Мама Африка 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 Ну и Танечка Биновская. Давайте все вместе поаплодируемся. Спасибо большое, девочки. Я вас благодарю за ваш потрясающий, уникальный труд, потому что не все рисуют. И прибежала Катерина Шадрина, наверное, да? Шадрина. Которую я вижу первый раз. Но картина которой поцелуй солнца. Так что большое спасибо всем. Сейчас я передаю слово Али Шляховой. И каждая художница может сказать пару слов о своих картинах, о том, что ее вдохновило, чтобы сделать картины на эту выставку. Спасибо большое. Всего хочется поблагодарить директора музея. Тот, где мы нам предоставили любезно сделать такую выставку прекрасную. Это один из самых лучших музеев уже и в Европе, потому что знают далеко за пределами нашей страны. Перед тем, как приступать к работе, каждый из нас, каждый из художников изучил материал. Прежде всего, есть такая замечательная вещь сейчас, как интернет. Мы просмотрели фильмы, просматривали именно документальные фильмы, потому что именно документальные фильмы дают возможность передать дух Африки. Так как нет возможности у нас поехать, нам пришлось смотреть, изучать. В частности, я уже изучала и смотрела именно по фильмам. Изучала мифы, мифы Африки, всевозможные легенды, потому что мифы и легенды, они именно отображают необычную душу, вот именно дух Африки. У меня здесь есть картина, называется «Золотой гепард». Я немножечко вкратце расскажу, то есть это символ царской власти. И правитель, вот, ну, зуму, например, да, они всегда в таких вот гепардовых красивых шкурах, и сам правитель усаживается именно на шкуру гепарда. И когда он садится, в момент, когда он садится, звучат барабаны и в честь правителя, и в честь этого гепарда. То есть это как символ власти, неотъемлемая часть, связь с природой, потому как связь очень большая. То есть именно вот в Африке, в Южной Африке связь с природой. То есть люди живут, неотъемлемой частью себя вот отождествляют с природой. То есть каждая легенда, каждый миф очень интересен, потому как отображает то, чем живут эти люди. У меня здесь есть картина Чака. Чака — это первый правитель Зулук, Азулук, и который полностью модернизировал армию, совершенно переделал и новые методы поведения боя, скажем так. Это самый первый правитель Зулук был. Потом у меня здесь очень тоже интересная работа. Есть «Мама Африка» — собирательный образ женщины. И опять-таки женский образ неотделим от природы. Здесь тоже представлены тоже «Мамы», только «Мамы» уже животные. И реки, знаменитые реки Африки. Было очень сложно соединить, но вот я попыталась, получилось. Я передаю микрофон Анечке Ви, потому как тоже известный художник у нас уже в Одессе. Прекрасный, прекрасный художник. И то, что она делает, вот она сейчас расскажет, ну, я попробую. Здравствуйте. Меня очень рада встречаться с тем, что здесь есть. Для меня это огромная интересная часть быть и в таком прекрасном месте. Я жена такими прекрасными коллегами. Я очень рада встречаться в самом деле. Министера все эти годы на протяжении вот моего творческого пути по Африке всегда сопровождают всех проектов. Потому что проект мой «Африка» объехал в городок Украины в течение 5 лет. И к сегодняшнему моменту я посчитала, злою проведено или организовано, или сделано 20 выставок посвященных Африке. А с Африкой это такой вот вопрос. Ты когда туда попадаешь, сказал еще хренизуэль тебя, туда черное ухо в Африке. И ты не можешь туда не возвращаться. Я думаю, что мы с Владимирой больны. Я хочу поблагодарить музей. Я хочу поблагодарить детей. Моего давнего друга, товарища. Это прекрасный экспозицию, который выставили. Это просто поблагодарить девочек. И пожелать вам всем, пожелать вам всем девочке, пожелать копать в вас. Спасибо. Спасибо вам, что вы пришли. Огромное приветствие. Всем добрый день. Меня зовут Злама. Слава вам. Я не профессиональный художник, но художник. В отличие от девочек, которые действительно имеют какие-то названия, регалии, дипломы и так далее. Я не профессионал. Я рисую всего лишь пять лет. И рисую не я, а рисую мои мысли, мои чувства, мои воздействия, которые возникают у меня внутри. Но так как я человек такой эмоциональный, яркий, самому что-то такое большое, то вот Африка и заинтересовала меня в том числе, потому что все краски, которые я рисую, они яркие, они сочные. Они как раз и воспроизводят мир Африки. И вот тут говорилось о том, что прежде чем мы записали какую-то работу, да, мы изучаем, да, что это, чего это. Вот такая есть у меня интересная работа, она называется «Взлёт». Я сначала назвала её «Взлёт», а потом это получилось чисто «Счастье». Я увидела картинку, что взлетает во фух. И это происходит очень редко. Практически один раз там сликнул павлин, он взлетает, да, они… Ну, они очень редко летают, да. Мне бы понравилась эта идея, и я решила выставать этого павлина, так я изучала биологию. Пёрышки, крылья, как они разволожены, как они лажатся, как они расправляются. То есть это настолько такой захватывающий момент. Ну, я благодарна Владимиру Михайлову. Я благодарна своему преподавателю, художественному мастерству, Верушке Петчатиной, которая находится здесь, за то, что она проводила летом в выставку на Приморском бульваре своих учениц. И там вот мы встретили свою центральную, она видела моя работа, ей понравилось, и она меня пригласила принять участие в этой выставке. Я очень рада быть здесь, я очень рада знакомству с профессионалами. Я рада познакомиться с Сергеем. Спасибо вам всем, что вы присмеиваете на эти картины. Дамы и господа, тут, в общем-то, у нас одесско-амфриканская клуба. Определите внимание, африканцев нет, только африканцы. Наверное, потому что женщины более эмоциональны, более чувственны. Мужики все-таки более прагматичны, расчетливы. Мужины подавляют, доминанты являются его мужское начало, интеллекта, путь, логики. А там, и независимо от цвета кожи, вероисповедования, взрыва глаз, цвета и прочее, они более эмоциональны, мягкие, подавливые и воспринимают окружение немножко иначе. Да, действительно, это вы, за исключением только Санечки Беновской, которая единственное пишет и живет, и пишет с натурой. И даже если она не пишет с натурой, она живет в ауре южной Африкии. Вокруг сплошные южные африканцы. И поэтому она, не потому что она профессионала, африка, 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 африка. Потому что она действительно представляет ее работой, это живая. Все, что остальное, это, конечно, плод воображения. Это, безусловно, плод какой-то интеллектуальной, чувственной деятельности. И здесь, скорее всего, мы со всеми этими работами, которые вы видите, за исключением, как я сделал, Татьяна Беновской, это представление о Африке. Это мечта о Африке. Это фантазия на тему Африки. Это общество Африки, но не та реальная, которая существует в этой реальности. Это реальность, существующая в их воображении. Но, как сказал великий поэт Франции, отец создаватель символизма, Шароль Бадлер, и эту фразу я на всех своих персональных выступках, это мой, ну как это, что сможет, логом, это мой девиз, который в данном, в этом помещении, в этом зале, в этом работе, мало умений. Существование земных вещей сомнительного. Тогда как подлинная реальность закрыта в грёстке. Ну я не думаю, что здесь найдётся кто-то решительный, живой опровергнут великого Бадлера. И если так серьёзно подойти, то так оно и есть. Что из реальности, что из нереальности? Какая она там, это Африка? Да, мы читаем, давайте в Пармалеи, не хотите, дети в Африке гуляют. Разная бывает Африка. И у каждого она из них своя. Естественно, мы тут высказали им пожелание, было бы им, я думаю, не вредно, нашим участворителям там, побывать в Африке. Или в Южной Африке, или в Вентральной Африке. В общем, побывать. Вот, это полезно. Я бы хотел ещё, чтобы наша уважаемая сузова Павловская, учётный контул, проявила энергию, ауэнергию, будет не так, нету. Вот, ай, с избытком. И было бы желательно на грядущие времена, я не знаю, что ты, вот, конечно, ты, было бы крайне желательно, чтобы какое-то количество африканцев художников, жителей, а, граждан, граждан Южной Африканской Республики, прибыли в наш замечательный гостеприимный город и со своими работами. И тогда можно было бы сделать своеобразный, как говорят, честмены, своеобразный джемпстейшн, а именно, реальные представители чёрного континента со своими работами. Причём, это могут быть работой народного плана, отечественного, снахропейческого плана, ещё какого-либо плана, не важно. И наши одесские, может быть, в то время какой-нибудь музычков приснёт и тоже привнёт к этой группе. Это было бы крайне интересно, тем более, что мы единственные музеи в этом городе, который на подобные выставки отвлекается к породу и хоть представители, если мы опять же, как и Сатьяна Виновна, они не являются представителями ни восточной, ни западной, они наши, граждане украины, они офиски. Тем не менее, тем не менее, тематика этой выставки, по-чёрски, тема, она уместна, она накладывается на ту суть, в общем-то, ради которой этот музей создан. Хотя, в музее заводного, Африк, это южный, юг, 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 не блядь, не больше, это южный Африканский, крайняя точка Африканская. Что можно пожелать? Я всегда традиционно желаю, опять же, и вы, и особенно наши метресцы, возражать и буду. Я желаю вам, всем участникам этой, участницам этой выставки, больших и хорошо оплачиваемых творческих успехов. Вы, друзья, вы, друзья, ну, дорогие друзья, переходите к осмотру выставки, а, по-моему, ещё будет у нас какой-то тёп. Лог. Будет? Будет. Так что, Свернись, Саша? Да. Выставка, скачай. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok